Посев, посадка дерева туи семенами, как правильно посадить плюсы и минусы? Размножить туи возможно семенами, однако не гарантировано, что сеянцы сохранят декоративность вида. Как правильно выполнять посадку дерева туи? Вот советы, весной семена стратифицируют в течение двух месяцев перед посевом или держат в увлажненном песке, пока не проклюнутся. Высеивают в апреле-май, предварительно выдержав семена в растворе марганцево-кислого калия, марганцовки. На постоянное место посадки растения переносите вместе с комом земли. Плюсы этого метода размножения – более выносливые саженцы с высоким процентом приживаемости. Минусы этого метода размножения – один, долгое выращивание до полноценного состояния саженца около шести лет. Две саженцы могут потерять сортовые свойства. Черенкование – лучший способ получения саженцы в туи, плюсы и минусы. Еще один способ получить саженцы – черенкование. Это лучший способ получения качественных саженцев дерева туи. Вот как правильно это нужно делать. Нарежьте в июле-августе с молодых побегов верхушечные черенки длиной 15-20 см. Можно нарвать молодые веточки вручную, обязательно с пяточкой, частью коры. Укоренение черенков в воде. Вначале разместите черенки пяточками в сосуд с водой примерно на 1,5 см. Следите, чтобы листья не касались воды. Черенки разместите в хорошо освещенном месте до образования корней. Укоренение черенков в почве. Нижнюю часть черенка примерно 3 см. Обработайте корневином, сначала убрав с нее хвоинки. Затем высадите в легкую подготовленную почву в полутенистом месте, под углом в 45 градусов. Для скорейшего отрастания корней, накройте саженцы сверху банкой. При таком укрытии, молодым деревцам туи периодически требуется проветривание и опрыскивание из пульверизатора. На зиму рекомендуется укрыть, засыпать посадки туи опилками. Также обложите ловыми лапками. В зимний период сверху насыпьте снега. Прижившиеся таким образом черенки, будут готовы для пересадки в конце лета следующего года. Плюсы этого метода размножения, один, более быстрая за 2-3 года выращивания до полноценных саженцев. Два полное сохранение сортовых свойств. Минус этого метода размножения, саженцы менее выносливы, приживаемость около 80%. Посадка саженцев туи на постоянное место. Эти хвойники считаются выносливыми к тени, но намного лучше они растут на хорошо освещенных местах или в полутени. Если туи посадить в тенистом сухом месте, она потеряет свою декоративную форму, хвоя поблекнет и станет негустой, растение выпустит много шишек. Высаживать туи лучше осенью в предварительно подготовленные квадратные ямы со стороной 70 см. На тяжелых неплодородных почвах требуется обязательно делать дренаж от 20 см. Можно применить щебень керамзит, битый кирпич, идеальный состав почвы для посадки туи, перегной, листовая земля, торф и песок. Растения туи Уход рыхления полив Практически все виды туи любят дождевание и постоянный полив, но могут выносить и непродолжительную засуху. Уход за растением туи Землю нужно иногда рыхлить на глубину 6-8 см. Поскольку корневая система находится на поверхности, обязательно помните, что почву разрыхлять нужно осторожно. Уход и мульчирование земли возле приствольного круга позволит сократить частоту полива насаждений. Линейные посадки в силу своей скученности расходуют много питания. Поэтому поверхность почвы под живой изгородью весной рекомендуется замульчировать слоем компоста. Подкормка плановой подкормки туи гранулированным удобрением нужно начинать весной. Полезно внести комплексное удобрение еще по снегу, чтобы с растаявшей воды растение его усваивало постепенно. Посредине лета посадки рекомендуется подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Важные советы для сохранения яркости хвои Цветные формы следует высаживать на солнце. Корневая система туи компактна, что позволяет пересаживать взрослые растения с комом земли. Крупномерные деревья после пересадки нуждаются в хорошем уходе. Для хорошей сохранности декоративной формы кроны, туи в снежную зиму рекомендуется завязывать шпагатом и укрывать от зимних лучей солнца. Очертания туи хорошо сочетаются с используемой в качестве мульчи оцепкой из гальки, коры или шишек. Все части растения сильно ядовиты, будьте осторожны. Хотя птицы с успехом поедают семена шишек этого дерева, так же как и некоторые животные. Болезни растения туи, что нужно знать? Чаще всего туи весьма выносливы и не подвержены заболеваниям в среде, где растение получает достаточное питание и влагу. Вот что нужно знать по болезни растения туи, если кора после зимовки отслоилась, ее нужно обрезать. Обнаженной части промойте медь содержащими препаратами, дайте подсохнуть. При необходимости процедуру повторите. Замажьте раны садовым варом. Посадки обработайте фуфаноном по инструкции. Помогает ли от садовой тли? Этого достаточно, чтобы дерево хорошо росло и было красивым, с пушистой кроной. Обрезка туи Туи великолепно переносят формирующую обрезку. Топиария из них ничуть не хуже, чем из других, используемых для этого садового искусства растений. Выполняется, в основном, весной. Но можно делать и осенью, и летом, если в вашем регионе не слишком жарко. Формирующая обрезка необходима, чтобы сделать дерево аккуратным и красивым. Стрижку необходимо выполнять специальным садовым секатором. Во время обрезки соблюдается естественная для туи форма пирамидальная. Удаляйте только те ветки, которые выросли за контур. Посмотрите видео, в котором рассказывается, как надо стричь тую.